МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юрий Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. Рады приветствовать вас в нашей студии. Сегодня говорим на тему весеннего призыва. Ну и, собственно, в целом поговорим, конечно же, о военной службе наших призывников. С чего хотелось бы начать? Ну, понятно, что в России в возрасте от 18 до 27 лет мужчины обязаны проходить военную службу. Но знаем, что каждый год появляются некие изменения, скажем так, новшества. Чего ожидать в 2018 году? Ну, перед этим призывом особых изменений по сравнению с прошлым годом в законодательство не поступало. Но я хочу акцентировать внимание наших телезрителей на то, что верховным главнокомандующим президентом страны Владимиром Путином ставится задача перейти на комплектование военнослужащими по контракту вооруженных сил в полном составе. Поэтому указом президента об очередном призыве с каждым годом уменьшается количество призывников. То есть, допустим, если с прошлым весенним призывом это на порядка меньше стал наряд на призыв на 10 тысяч человек по России. То есть, вот это, наверное, главная особенность. Ну, а в целом пока без изменений. Ну, а в период весеннего призыва, это апрель-июль 2018 года, в ряды вооруженных сил Российской Федерации планируется призвать порядка двух тысяч крымчан, правильно? Попадут они как ВДВ, ВМФ, сухопутные войска и так далее. Вот часть призывников будет проходить службу на материковой части Российской Федерации. Да, порядка 700. Вот расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Куда отправятся крымчане? Значит, это порядка 700 человек будут отправляться бортами на самолетах ВКС. География расширяется. Если в прошлом призыве, допустим, это была Ростовская область, Подмосковье, Краснодар, то теперь, помимо того, что я сказал, это и Псковская область, Ярославская, Тамбовская. То есть, потихонечку география расширяется. Ну, подавляющее большинство ребят наших уйдут в войска Южного военного округа. Это Ростов, Краснодар. Ну, а та часть, которая остается в Крыму, где она проходит службу? Эти ребята будут проходить службу в частях военно-морского флота, на кораблях, именно на земных соединениях, также в воздушно-космических частях. Ну, традиционно, собственно, да? А те ребята, которые проходят службу на материковой части Российской Федерации, с какими впечатлениями, скажем так, возвращаются они по истечению срока? Ну, во-первых, страна у нас действительно большая, есть что посмотреть. Ребята обзаводятся новыми друзьями, знакомствами, опытом определенным. Ребята приезжают с удовольствием, довольны. Ну, в конце прошлого года вот состоялось в военном комиссариате такое мероприятие, это был митинг, посвященный отправке призывников на военную службу в войске части, которая находится именно на материковой части Российской Федерации. Вот сколько тогда отправили призывников, где они проходят службу, ну и как, собственно, они себя показали за этот период? Значит, осенью мы отправили 600 человек, порядка 600 человек. Как я и говорил, они ушли в Ростовскую область, Краснодарский и Подмосковье. Ну, как они себя там зарекомендовали, скажем? Ну, нареканий нет. Нареканий нет. Пока ЦИ командиры нам не пишут плохого. Нареканий нет. Мы довольны с ними. Если рассуждать с такой точки зрения, вот сами молодые люди на сегодняшний день, как относятся к понятию служба? Вот молодые крымчане, они охотно приходят сами вот и становятся на учет? Или как вот, что можете сказать? Значит, на самом деле, пока у нас проблем нет с этим. Помимо того, мы обладаем таким призывным ресурсом, когда мы можем выбирать из ребят лучших. И очень многие ребята обижаются, которые не подходят по состоянию здоровья, например, почему мы их не призываем. Поэтому проблем с этим у нас пока нет. Ну вот, кстати говоря, по состоянию здоровья, какой процент, приблизительно хотя бы, да, какой процент молодых ребят именно не подходит по состоянию здоровья ежегодно? Ежегодно? Ну, до 10%. К сожалению, есть проблемы у нас с этим делом. Порядка 10%. Ну, если вкратце, то это, наверное, какие-то болезни зрения и опорно-двигательного аппарата, да? Значит, да, очень много проблем с желудочным кишечным трактом, особенно ребята, которые отучатся в институтах и так далее. То есть мы понимаем, да, идет нарушение питания, неправильное питание. Это язвенные болезни, это плоскостопие, очень серьезные. Ну, в целом, вот, сердечные, к сожалению, проблемы молодеют у нас. Очень много ребят молоденьких еще, но уже обладают гипертонической болезнью и так далее. То есть есть проблема. Ну, как принято считать, служба – это все-таки действительно долг каждого мужчины, да? Ну, я думаю, что в этой связи также еще нужно и говорить о том, что важное значение имеет военно-патриотическое воспитание. Вот у нас в республике как с этим обстоят дела? На самом деле проводится очень серьезная, огромная работа. Каждый, практически перед каждым призывом мы проводим День призывника, так называемый, где приглашаются наши будущие призывники на эти мероприятия. Как правило, это ли в Доме офицеров проходит мероприятие, или на базе войск национальной гвардии у нас здесь на Супхи, с показом техники, пробованием солдатской каши. Помимо этого, в феврале мы проводим акции «Есть такая профессия. Родину защищать». Это где мы рассказываем, походим по школам, рассказываем ребятам о поступлении в военное училище, какие есть военные училища и так далее. На этом фоне очень радует, что очень много девочек у нас, очень много девочек у нас идут поступать в военное училище. Это очень радует. Поэтому не только это мужская профессия. О весеннем призыве мы начинали говорить. Какие, собственно, сроки призыва? Значит, все время муссируются в народе какие-то сроки о том, что они увеличиваются. Нет, они не увеличиваются. Это 12 месяцев и не планируют увеличиваться. Как я вам сказал выше, в контексте того, что мы хотим набирать все-таки больше контрактников в армию, то и нет смысла увеличивать эти сроки. Поэтому пока об этом разговора нет. 12 месяцев, пусть никто не переживает. То есть успокоиться нет смысла? Ни в коем случае. Ну, призывная кампания началась с 1 апреля, насколько я понимаю. Правильно? Что это означает? С чего начинается призывная кампания? Ну, на самом деле, официально стартует призывная кампания действительно 1 апреля, заканчивается 15 июля весной. Но начинается с того, что молодой человек приходит в военный комиссариат, проходит медицинское свидетельствование, потом наши психологи проводят с ними профессиональное психологическое тестирование, затем он проходит призывную кампанию, где ему выносится решение, одно из решений. Если брать ребят, которые призвать, призывная кампания выносит решение призвать, выдается повестка на отправку войска, затем он доставляется на сборный пункт, где опять еще раз приходит медицинский осмотр, опять мы их еще раз тестируем, проводим дактилоскопию, выдаем банковские карточки, персональные, электронные карточки, переодеваем и отправляем служить. Какой вам план призыва в этом году? Тут порядка 2000, пока он не увеличивается, порядка 2000 человек. Как заступить на службу? Вот этот процесс, расскажите, пожалуйста. Ну, в принципе, я вам предыдущим ответом немножко рассказал. Приходит призывник военный комиссарят, проходит все эти мероприятия, и вот вплоть до того, как мы уже переоденем их, отправим, вот, собственно, то есть порядок таков. Ну, вот, например, как встать на воинский учет? Это начинается с 16 лет, если уже об этой процедуре говорить, да? Все эти процессы начинаются именно с 16? Да, да. Значит, вот сейчас, буквально мы полтора месяца назад завершили мероприятие, так называемое, первоначальная постановка граждан на воинский учет. Мальчики у нас были 2001 года рождены. Значит, ну, помимо того, что они еще обязаны состоять на воинском учете, мы, в общем, выдаем им документ, называется, «Дострение гражданина, подлежащего призыву». Документ свидетельствует о том, что он является призывником. Значит, ну, и, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем, чтобы те ребята, которые не состоят по тем или иным причинам на воинском учете, чтобы являлись военкомандами, становились на учет, чтобы в последствиях не было никаких проблем. Кстати, вот о последствиях. Если пришла повестка и гражданин не явился, что дальше? Штраф. Административный штраф? Конечно, конечно. А если не явился на отправку войска в повестке, то вплоть до уголовного происхождения. У нас такие, к сожалению, случаи уже были. А какая сумма штрафа? Ну, вот, 500 рублей, понятное дело. А вот если за неявку на отправку войска, то сумма доходит до 35 тысяч. Ну, то есть, грубо говоря, в какой период времени можно заработать себе штраф? Ну, если на каждую повестку не будет реагировать, то можно зарабатывать. А повестка с каким интервалом приходит? До тех пор, пока не придет. Потом, соответственно, на ту категорию, которую мы не можем оповестить и вызвать повестками в военкомат, мы обращаемся в органы. Они нам помогают. У нас по Крыму часто встречаются такие случаи? В прошлом году было 100 человек, которых мы наказали штрафами. Ну, ничего. Все-таки относительно не надо. Мы их немножко подправили, поставили на путь истинный. Все нормально. Хорошо. А что с этими ребятами после оплаты штрафа? К примеру, они все-таки оплатили штраф. Что дальше? В армии. Все-таки забирают? Ну, а как же. Мы призываем. Мы призываем все-таки. Мы не забираем. То есть, лучше не нарушать срок? Конечно. Ну, знаем, что для некоторых мужчин существует, скажем так, отстрочка. Что это такое? В каких условиях? Значит, федеральным законом о воинской обязанности и военной службе предусмотрено, это статья 23 и 24, предусмотрено освобождение и от службы, и от срочки. Значит, ну вот, чтобы кому это интересно будет, они могут спокойно зайти в интернет и посмотреть. Такой порядок. Ну, вот основные, я бы сказал, от срочки у нас можно разделить, как бы, по семейным обстоятельствам, да, и по учебе, это основные. Ну, ребята, поступающие, естественно, на высшие учебные заведения на базе 11 классов. Мы предоставляем право, предоставляем отсрочку. Значит, ребята, которые признаны... Отсрочка на период обучения, правильно? Конечно, на период обучения. Значит, у ребят, у которых двое детей, значит, эти ребята освобождаются тоже. Отсрочка предоставляется вплоть до 27 лет. То есть государство очень хочет, чтобы он все-таки кормили своих детей. Государство не будет отвлекать. Значит, ну, естественно, имеющие ребенка-инвалида, воспитывающие без супруги и так далее, и тому подобное. Ну, как бы, вот такие основные вещи. Ну, опять-таки, вот у нас по Крыму многие ребята получают вот эту отсрочку. Если не считать, к примеру, обучающихся ребят, понятное дело, что у нас практически каждый после школы идет на учебу. Вот по семейным обстоятельствам часто ли встречаются такие случаи? Ну, двое детей, немного у нас таких, но есть. Значит, ну, единственное, я хочу еще напомнить, что есть у нас крымская специфика. У нас еще есть такие отсрочки, которые предусмотрены для крымчан, которые имели отсрочки при Украине. И получали, например, это два и более хронических заболевания, которые была предоставлена отсрочка при Украине. Таким мальчикам мы предоставляли ее до 25 лет. Соответственно, эти ребята, если они не хотят ей пользоваться, они пишут заявление об отказе этой отсрочки. Если хотят пользоваться отсрочкой, мы предоставляем эту отсрочку. Это вот такая чисто наша крымская специфика. То есть государство, наше новое государство, оно старается не нарушить права. Особенность, да, интересная. Ну, а что касается студентов, у нас какие крымские вузы выдают вот обучающимся военный билет или как правильно это сказать? Военные билеты выдают военный комиссарят. Значит, если вопрос, они все предоставляют нам эти справочки, на основании этих справочек мальчики приносят, или это работники вузов, нам предоставляют эти справки. Мальчики проходят призывную комиссию, получают свою отсрочку и каждый год должны подтверждать эту отсрочку свежей справочкой. Соответственно, если призывника отчисляют из учебного заведения, право нас очком теряет, нам об это две недели, в течение двух недель сообщает вуз, и мы его призываем. Ну, о самих воинских частях немного тоже хотелось бы поговорить. Какие у нас сегодня условия в крымских военных частях для службы? Ну, условия созданы неплохие, на самом деле, начиная с питания, заканчивая обмундированием. С родителем переживать не стоит? Не стоит. Вот не стоит, надо понять, что в то время, когда я в военном училище в свое время учился, то для нас праздник был двоится, а до воскресенья. То теперь рацион у наших призывников достаточно интересный. У нас есть все. Мы знаем, что даже для соблюдающих религиозной основы ребят есть определенные комнаты, где можно совершать намазы. Обязательно. Скажите, вот такой еще интересный момент. С материка призывники проходят ли службу в наших частях? Конечно. Есть такое, да? Почему? Конечно, ребят. То есть достаточный процент именно таких ребят? Достаточный процент, конечно. Интересно. А вот что еще хотелось бы спросить? Как только будущий солдат попадает в военкомат, да? Его отправляют на медицинскую комиссию, собственно, о чем вы и говорили. И там молодому человеку присуждают категорию годности. Вот либо он безоговорочно годен, либо годен с ограничениями. Вот расскажите об этом, пожалуйста, подробнее. Значит, существует пять категорий годности. Это А, Б, В, Г, Д. Да? А, Б, В, Г, Д. Какая такая? Значит, А, это ребята признаются. А, категория. Это годные к военной службе. А, Б, это годные с незначительными ограничениями. Г, это временно негоден. В, ограниченно годен к военной службе. И Д, негоден к военной службе. Вот так. Ну, как определяются эти категории? Исходя из чего? Значит, у нас есть положение военного и очебной экспертизы, которое утверждено постановлением правительства Российской Федерации. Есть там требования к здоровью, критерии. Вот на основании этого документа мы определяем категорию годности. Ну, у нас, наверное, все-таки больше категорий А и Б, да? Да, нежели? Да, конечно. А и Б. А в каком возрасте в основном ребята начинают проходить службы? Это больше ребята, которым вот по 18 лет, либо те, которые уже отучились и обязаны пройти службу? Я подложу. Значит, на самом деле законодательством поделено, что мы в первую очередь должны призывать ребят старших возрастов. Старших возрастов. Мало того, желательно уже с образованием, а еще лучше с высшим образованием. Поэтому в первую очередь у нас уходит именно эта категория. Ребята, имеющие высшее образование и старшие возраста. Вот интересно, какая физическая подготовка наших ребят? Попадая в армию, как они, собственно, себя проявляют там? Хотелось бы лучше, конечно, но за год мы их поднатаскиваем. Ну, формируется, наверное, не только физическая сила, скажем так, но и характер, да, в армии, как и принято? Конечно. Вот знаем, что в апреле прошла такая интересная акция в Симферопольском гарнизонном доме офицеров. Акция называлась «День призывника. Весна 2018 года». Как прошла акция? Значит, вкратце прошла очень хорошо, как всегда. Мы на очень высоком уровне организуем эти мероприятия. Были. Был и бывший военный комиссар республики, генерал-майор Волков. Был даже ветеран Великой Отечественной войны, робок Иван Иванович, который участвовал в освобождении Крыма, еще в составе 51-го армии. Присутствовал протерий Дмитрий, присутствовал помощник муфте Исламов Мустафа, которые обратились к ребятам с напутственным словом. Выступил ансамбль. Ну, в общем-то, мы делаем все для того, чтобы поднимать патриотизм в наших детях. Ну, насколько это удается, опять-таки? Удается. То есть, насколько такие акции важны, вот скажем так? Важны. Важны, потому что таким образом мы все-таки ребятам немножко разжевываем, чтобы они что-то не боялись, где-то что-то недопонимали. Чтобы у них не было опаски при приучении повестки. Поэтому эти мероприятия очень важны. И мы это видим по результатам. Что я говорю еще раз, нам ребята идут с большим желанием. Ну, как вы считаете, вот насколько важно еще для родителей проводить такие мероприятия? Потому что зачастую даже родители больше боятся, нежели сами ребята. Больше родителей. Ну, мамы, конечно, наши. Наши родные, любимые мамы. Они очень боятся почему-то отправлять. Ну, это понятно. И для родителей, наверное, это тоже. Конечно же. Мало того, я вам скажу больше, когда перед присягой в воинских частях есть, проходят мероприятия день открытых дверей, мамы с большим удовольствием смотрят, как это все происходит. И немножко успокаиваются. Вот вы вначале сказали, что информацию о прохождении военной службы также можно найти еще и в интернете. Вот где можно ребятам ознакомиться с определенными положениями? Просто в поисковике надо набрать федеральный закон о воинской обвинности военной службы. Вот я говорю, самые интересные те статьи, которые это, статья 24, это отсрочки. Очень много вопросов по ним. Там все можно почитать, конечно, с комментариями, с консультантами. Ну, и, собственно, день открытых дверей, то, что вы говорили. Ну, конечно, мы тоже доводим это. Ну, Юрий Викторович, что хотели бы пожелать нашим будущим призывникам? Удачи. Военной удачи, знаете. И еще главное, чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Это главное. Ну, и опять-таки, какие меры вот необходимо, какие меры нужно предпринимать, чтобы повышать вот эту вот гражданскую ответственность наших молодых людей, потому что, ну, все-таки, прохождение службы, это действительно долг. Долг. Это обязанность. Какие меры нужно? Ну, на самом деле, надо с первого класса этим заниматься. Да. Обязательно. Вырабатывать чувство долга, мужчин особенно. Ну, и надо называть, что они все-таки мужчины и обязаны проходить службу, чтобы защищать свою маму, девушку, детей, страну. Юрий Викторович, ну, спасибо большое, что сегодня были гостем в нашей студии. Спасибо за интересную и полезную информацию. Рады были видеть вас в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо. Урмятные сердцем, были ликвы на чехла в программах со сону на келдой. Мене сихатарлатан, сегодня студиям издан Мусафары Юрий Таукчан, Крымчим Куряты, Арбии комиссариаттанда, Хызметке, Чағарылмага, Лайи, Холхан, Гражданлар, Эсапха, Алынов, Болигунын, Мудеры олды. Программа сону на келдой. Программа со сону на келдой. Сыдке и яхшамлар тилей. Программа со сону на келдой.